Если бы существовала Библия от науки, она бы начиналась с фразой «Вначале был атом». Ведь всё, что нас окружает, и даже клетки нашего тела, состоят из этих микроскопических частиц. Вдумайтесь, в одной песчинке триллионы атомов. Тем не менее, это колоссальный источник энергии, благодаря которому человечество создало мощнейшие бомбы, ледоколы, подводные лодки и электростанции. Первые советские атомщики могли только мечтать о таких перспективах. Тогда, в середине 30-х годов, начали проводить первые эксперименты в области ядерной физики. Не могли говорить ядерный реактор. Поэтому F1 называли просто котлом. Впрочем, даже самые современные атомные реакторы, по сути дела, кипятят воду. Кругая скороварка, из которой выходит под давлением пары, крутит ротор и вырабатывает электроэнергию. Вы можете кипятить воду в парогенераторе дровами, углем, мазутом, газом. А можете ядерной энергией. Реакции, которые происходят при делении урана. Но ядерное топливо намного более экономичное. Один грамм урана-235 выделяет столько же энергии, сколько выделяется при сжигании двух тонн угля. Опыт, полученный при создании первых реакторов, был учтен при постройке первой в мире АЭС в Обнинске. Уникальный объект был введен в эксплуатацию в 1954 году. Эта задача оказалась еще более сложной, чем создание ядерного оружия. В течение буквально трех лет от задумки до пуска станции прошло. Представляете, молодые 30-35-летние ребята смогли без всякого опыта не только сконструировать, спроектировать станцию, но ее еще и построить и запустить. Мощность электростанции по современным меркам была мизерна – 5 мегаватт. К примеру, крупнейшая АЭС России, Балаковская, имеет мощность 4000 мегаватт. Но зато были тщательно продуманы системы безопасности и управления протекающими в реакторе процессами. Впервые появилась функция аварийной остановки. Во многом благодаря этому заделу наша страна сейчас является мировым лидером в области ядерной безопасности. Сегодня, прежде чем построить блок или построить даже исследовательский реактор, проводится огромное количество научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских, чтобы обеспечить безопасность еще до строительства. Нововоронежскую АЭС называют энерголабораторией под открытым небом. Именно здесь создан самый мощный в мире ядерный реактор водоводяного типа ВВР-1200. При этом станция считается самой безопасной на планете. Нововоронежская атомная станция – это станция первых. Станция первых ВВР-ов, потому что здесь были реализованы и эксплуатировались все головные энергоблоки АЭС ВВР. Начиная с первого блока мощностью 210 мегаватт и кончая блоками нового поколения 3+, 1200 мегаватт. Как говорят эксперты, референтный или экспортный образец поколения 3+, полностью соответствует постфокусимским требованиям МАГАТЭ. Особенностью таких энергоблоков является насыщенность так называемыми пассивными системами безопасности, которые срабатывают автоматически, без участия оператора и даже при отсутствии электроэнергии. Двойной герметичный купол укрывает реактор от любых ударов стихии. Даже если террорист направит в сердце атомной станции самолет, защита устоит. Она же – непреодолимый барьер в случае возможного выхода радиации. Внутри – дублированные системы подачи воды. В основе этих систем простые законы физики и доскональный расчет. Однако такая безопасность и многочисленные системы контроля дорого обходятся. Стоимости современных энергоблоков они составляют почти треть затрат. Снизить цену АЭС в будущем и при этом сохранить брежний уровень безопасности смогут реакторы нового поколения. Вот так сейчас выглядит главная надежда атомщиков, пожалуй, всего мира. Новый блок Белоярской атомной станции с реактором на быстрых нейтронах – БН-800. Именно с его помощью планируется отработать технологию замыкания ядерного цикла и утилизировать запасы оружейного плутония. Объединенный уран, уран-238, в современной энергетике не применяется, так как реакция деления в нем быстро затухает. В ядре урана-238 три дополнительных нуклона создают барьер для постороннего нейтрона. Чтобы преодолеть этот барьер, нейтрон должен мчаться с большой скоростью. Так разогнать его способен только реактор серии БН на быстрых нейтронах. Увести в цикл восьмой уран и получить новый плутоний. Если мы это сделаем, то мы отнесем атомную энергетику к возобновляемым источникам энергии, как ветер, как солнце и так далее. Уникальность реакторов серии БН заключается еще и в том, что они могут нарабатывать ядерное топливо для традиционных реакторов. Именно поэтому их называют приторами, что значит размножители. Идею разработки реактора на быстрых нейтронах предложил советский физик-экспериментатор Александр Липунский в далеком 1949 году. Первые атомщики СССР умели в буквальном смысле заглядывать в будущее. Еще за три года до создания атомной бомбы советские физики сделали предположение о возможном мирном использовании атомной энергии в транспортной отрасли, сельском хозяйстве, промышленности и здравоохранении. В свое время Сиварт в Америке и у нас Курчатов, они сразу поняли, что радиоактивность можно использовать в мирных целях вполне, так сказать, законно, используя те продукты, которые получались в результате наработки того же урана, к примеру, или распада его. Комбинат, где в промышленных масштабах электромагнитным методом производят стабильные изотопы, находится в закрытом городе Дмитровград Ульяновской области. Еще бы, ведь для этого нужен сепаратор высотой семиэтажный дом. Чтобы получить всего один грамм, например, кальция-48, комплекс должен работать без перерыва целый месяц. В итоге получается продукт ценой 2 миллиона долларов за грамм. 90% изотопов российского производства используются для создания радиофармпрепаратов. Как правило, эти вещества помогают диагностировать онкологические заболевания. Их назначение – подсветка опухоли, визуализация ее внешней и внутренней структуры, например, при МРТ-исследованиях. И даже не всегда нужен позитронно-эмиссионная томография, часто это аффект КТ, то есть более простая аппаратура. Часто мы можем видеть качество лечения, когда мы мониторим, например, влияние химиотерапии. Не всегда нужно делать ПЭД, при некоторых локализациях мы делаем оценку накопления технец. При помощи так называемого генератора технеция выполняется более 80% всех диагностических исследований в мире. Он имеет очень мягкое облучение, поэтому не разрушает живых тканей. Изотопы могут не только выявлять раковые клетки, но и эффективно их уничтожать. И тут на помощь медикам приходит Кобальт-60. Для того, чтобы лучевая терапия, например, опухоли головного мозга прошла успешно, для каждого пациента изготавливают такую индивидуальную маску. С помощью нее фиксируют голову, и тогда луч попадает точно в очаг новообразования. Таким образом, врачам удается остановить рост опухоли, например, метастазы рака. Эту процедуру медики называют гамма-ножом. Также они проводят операции по брахи-терапии, когда Кобальт-60 вводят непосредственно в опухоль. Радионуклиды хороши также в адресной доставке, потому что, к сожалению, есть опухоли, которые нельзя соперировать, которые можно подойти только, например, через сосудистое русло, вживить источник радионуклиды туда. Бывали случаи, когда с помощью Кобальта-60 удавалось полностью вылечить рак. И это далеко не единственная область его применения. Данные ЗАТОП также используют для обработки продуктов питания с помощью специального устройства – ускорителя электронов. Это сердце нашего центра, вокруг которого построен весь завод. Как раз здесь генерируется то излучение, которое позволяет обрабатывать нам различные виды продукции со скоростью 10-12 тонн в час. Это ускоритель российского производства. При этом потребитель может быть совершенно спокоен. Продукция безопасна и сохраняет свою пищевую ценность. Ведь радиация внутрь неё не проникает. Зато погибают патогенные микроорганизмы, которые ускоряют процессы гниения и образования клесени. Таким образом можно обрабатывать рыбу, фрукты, полуфабрикаты, специи, косметику. При этом сроки годности продуктов возрастают в разы. Впервые технология у нас применялась в СССР в 52-53 годах для обучения хлеба, поставляемого в Закавказский пограничный округ. Там в условиях высокогорья и высокой влажности хлеб просто не хранился. И поэтому проводили такие исследования. Действительно, повышали устойчивость и срок хранения хлеба до трёх месяцев. Ещё одно интересное направление – обработка посадочного материала. Семян, зерна, картофеля, свёклы. Первый эффект – это будет гибель насекомых. Другой эффект будет увеличение вскожести. Третий эффект будет остановка вообще прорастания. И вот в зависимости от того режима, который мы подбираем, мы можем картофель, либо зерно увеличить всхожесть, либо остановить вообще и сделать это сырьё неприспособленным для посева. Радиационные технологии должны помочь решить проблему голода в странах третьего мира. Помимо пищевой промышленности, изотопы применяют для обработки полимеров. Терморадиационно-стойкие кабели, фильтры для воды и нефтепродуктов, сверхпрочные углепластики для авиапромышленности и космических аппаратов. Всё это яркие примеры применения изотопов. Возможно, скоро их энергия будет в каждом гаджете. Ведь в Росатоме уже создали прототип уникальной ядерной батарейки. Имеется изотоп. Например, изотоп никеля-63. Если использовать энергию распада этого изотопа, то минимум 50 лет можно работать без потери мощности практически. Один из московских аэропортов. В зале вылета, как всегда, многолюдно. На первом этаже обнаружен подозрительный кейс. Это учение, но все службы работают как в чрезвычайной ситуации. Вскрывать подозрительные сумки и чемоданы теперь не требуется. Определить, что именно находится в багаже, поможет новейшее изобретение российских атомщиков. Преимущество нейтронной аппаратуры в том, что она обнаруживает опасные предметы бесконтактно и безошибочно. В отличие от других методов, таких как рентгеновские, обнаружение взрывчатых веществ по парам, по следам, которые имеют большую вероятность сложного срабатывания, путают там с похожими элементами, такими как мыло, кожные изделия и так далее. А нейтронная система за счет регистрации отклика получает фактически химический состав элементов и позволяет однозначно идентифицировать взрывчатые вещества. Для этого применяются миниатюрные ускорители элементарных частиц. Они буквально бомбардируют подозрительные предметы нейтронами. В результате образуются радиоактивные элементы с изотопами с коротким периодом полураспада. На основании этого излучения им можно сделать выводы о том, что скрыто в багаже. Такие технологии стоят на страже нашей безопасности здесь и сейчас. А некоторые опасные ситуации можно заранее предсказать и предотвратить с помощью суперкомпьютера. Как известно, ядерные испытания уже давно запрещены. Чтобы оценить новые боеприпасы, ученым и военным приходится прибегать к компьютерному моделированию. Современные машины настолько продвинуты, что способны симулировать такой сложнейший процесс, как ядерный взрыв в мельчайших деталях. Схожим образом можно предсказать поведение, например, нового самолета при жесткой посадке или бронемашины при взрыве. Этим как раз и занимаются ученые Сарова. В лаборатории готовы просчитать поведение техники в любой, даже самой нестандартной ситуации. Будь то посадка самолета без шасси, попадание птицы в двигатель или приземление вертолета на палубу нового литокола. Арктике в государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» уделяют особое внимание. В ближайшие несколько лет атомный флот Российской Федерации ждет значительное пополнение. В сентябре 2019 года первая единица нашего будущего энергетического флота, единственный в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» встал на якорь в самом северном городе России – Певеке. Здесь плавучая атомная электростанция должна заменить Билибинскую АЭС, которую выводят из эксплуатации. Задача – обеспечить 10 тысяч человек светом и теплом. Предполагаемый срок эксплуатации станции – 40 лет. Мощность – 80 мегаватт. Станция может находиться в море и выдавать электроэнергию без остановки реакторов на протяжении 12 лет. Абсолютный рекорд. Уникальность в том, что впервые ядерная энергетическая установка используется не как движитель, не как источник энергии для военных объектов, а именно для снабжения в плавучем варианте, для снабжения гражданского населения тепловой и электрической энергией. Впечатляющие энергетические мощности «Академика Ломоносова» нужны региону как для добычи полезных ископаемых, так и для создания в Певеке одного из первых опорных пунктов в Арктике. Великий шелковый путь когда-то создавал процветающие города. Железные дороги на рубеже 19-20 столетий тянули за собой цивилизацию в отдаленные уголки нашей страны. Арктика – самый амбициозный современный проект по развитию России. Сегодня мы все пришли на полуостров Ямал, Гадан, я думаю, на Таймырский двинец, но пришли на побережье, пришли на шельф Арктики. И вот эта масштабная задача, она, на мой взгляд, будет не менее соизмерима, чем с масштабами освоения Западной Сибири. Северный морской путь – самый короткий путь из Атлантического океана в Тихий. Его освоением сейчас занимаются атомные ледоколы «Таймыр», «Вайгач», «Ямал» и «50 лет победы». Но совсем скоро им на подмогу придут более мощные суда, которые строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Чтобы круглогодично проводить огромные нефтяные танкеры и газовозы в Тихий океан с высокой скоростью, уже планируется постройка еще более мощных ледоколов. Это испытание модели самого мощного атомного ледокола в мире. Лидер сможет сломать лед толщиной 4,3 метра, проходить даже через торосы, которые не по зубам другим ледоколам. Он станет самым большим атомным ледоколом на планете. Длина 200 метров, два футбольных поля. Дальность хода и эта официальная характеристика не ограничена. Когда появится ледокол «Лидер», от погоды и от ледовых условий мы зависеть не будем. То есть практически самую тяжелую трассу от пролива Санникова до Берингового пролива мы идем где-то со скоростью среднего 14 узлов. Это экономическая скорость для танкеров. Общий грузооборот Северного морского пути в 2025 году должен достигнуть 80 миллионов тонн. Это в 12 раз больше рекордного для СССР 1987 года. Еще более амбициозная задача для российских атомщиков приручить невероятную мощь водородной бомбы. 30 октября 1961 года Советский Союз испытал на полигоне «Новая Земля» самое мощное в мире термоядерное устройство. 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Ударная волна, возникшая в результате взрыва царь-бомбы, три раза обогнула земной шар. Такая колоссальная энергия выделяется при неуправляемом ядерном синтезе. Новая мечта физиков — обуздать термоядерную реакцию. Тогда можно получить практически неиссякаемый источник энергии, который выведет развитие человеческой цивилизации на совершенно новый уровень. Термоядерное горение — это основной источник энергии Солнца, звезд. Солнце снабжает нас исправно светом уже порядка 10 миллиардов лет. Если удастся осуществить термоядерную реакцию в контролируемых условиях, то это позволит нам получить практически неограниченный источник, который равномерно распределен по Земле. Идеи создать на Земле искусственное Солнце высказывались еще в ходе первой международной конференции по атомной энергии в 1955 году. Однако технологии, необходимые для ее воплощения, появились лишь в начале 21 века. В 2007 году на юге Франции началось строительство международного термоядерного экспериментального реактора «ИТЭР». В проекте участвуют 35 стран. Европейцы вносят 45% от стоимости проекта. Остальные участники — по 9. Но главный вклад в «ИТЭР» — технологический опыт со всего мира. Центральные соленоиды из Америки, секции криостатов из Индии, криогенные насосы из Франции и Германии, полоидальные катушки и сверхпроводники из России. В итоге все эти термоядерные технологии станут общим достоянием. Всем известно, что Россия является ключевым участником данного проекта. Прежде всего это потому, что именно Россия совместно с США в 1985 году приняла решение запустить эту программу международного сотрудничества. Россия всегда входила в совет директоров, следила за разработкой и также активно участвовала в обсуждении управления, распределении затрат и локаций. Именно благодаря нашим ученым оказалась возможной сама идея ИТЭРа. В 50-х годах прошлого века в СССР построили первую в мире тороидальную камеру с магнитными катушками, сокращенно ТОКОМАК. Тороидальная — научное название всем известной формы публика. Конфигурация предложена в Советском Союзе, в Курчатском институте. Авторами идеи являются академик ИТАМ и академик Сахаров. И в этом смысле вклад России в проект ИТЭР не измеряется какими-то процентами, он очень существенный. ТОКОМАК должен с помощью мощного магнитного поля удерживать плазму. По сути дела это имитация процесса термоядерного синтеза, при помощи которого наша звезда Солнце генерирует энергию. Чтобы синтез начался в земных условиях, вещество в ТОКОМАКе ИТЭР нужно нагреть до огромной температуры, в 20 раз горячее, чем на Солнце. Температура плазмы характерной величины в ИТЭРе будет 25 кВт. Это что-то вроде 300 миллионов градусов. Для чего строится ИТЭР? Чтобы показать, сможем ли мы, люди, управлять вот такой плазмой, держать ее в руках. Но если в ближайшее время мы не получим новый, экологически чистый источник энергии, мир ждут трудные времена. Как и в середине 40-х, когда создавались первые атомные реакторы, сегодня физики-ядерщики решают сопоставимую по сложности и масштабу задачу с целью обеспечить процветание человеческой цивилизации. Ее залог в ядре атома, самой маленькой и одновременно самой важной частице во Вселенной.